Всем привет! Еще не утихли страсти после гонки на время, как наступило время второго этапа зимней серии. Предстоял горный этап длиной 36 километров с заездом дважды в одну и ту же гору, которая имеет 6% градиент и протяженность 7,5 километров. В связи с этим предстояло хорошенько подумать, какой велосипед для этого испытания выбрать. На неделе перед гонкой провел ряд тестов, используя разные рамы и колеса. И в итоге для себя остановился на двух вариантах. Первый это рама Тармак Про и колеса Лайтвейт. И второй вариант это новый Аэроканьон 2021 и колеса 62. Казалось бы, что там думать и что там выбирать. Но с учетом того, что даже в горе есть участки с выполаживанием, то выбор для меня был не очевиден. Также важно было учесть и то, насколько долго удастся продержаться в основной группе. И на каком участке придется ехать одному. В итоге остановился на варианте с каньоном. До последнего не был уверен в правильности своего выбора. Но забегая вперед, хочу сказать, что по тому, как сложилась гонка для меня, выбор оказался верным. Еще пару слов о цифрах, что слева на экране. Слева направо. Средняя мощность, средний пульс и средний каденс. К данному километру гонки. В скобках, средние значения мощности, пульса и каденса, но за конкретный километр, что указан выше. Значение с минусом в скобках, вверху над моей фамилией, это насколько я отстаю от впереди едущего участника. А значение с плюсом в скобках, внизу под моей фамилией, это насколько я впереди того, кто меня догоняет. Теперь к самой гонке. Самочувствие мое перед началом гонки было не таким хорошим, как в прошлую субботу. Все-таки до конца не смог восстановиться после очень энергозатратной разделки. Хотя и постарался сделать все возможное для этого. Старк гонки прошел в штатном режиме. Далее Сергей всех собрал в одну группу и после озвучил для всех долгожданное гоу-гоу. Народ не стал откладывать разборки в долгий ящик. И уже при первом прохождении горы мы начали выжимать серьезные ваты. За первые 10 минут моя средняя мощность оказалась в районе 340 ватт. Я тогда не знал этих цифр, но по своему пульсу я понимал, что вкручиваю на пределе своих возможностей. В какой-то момент образовалось две группы. Одна впереди и вторая в 7 секундах позади. Я был во второй группе, которую возглавлял Дмитрий Мурашко. Удивлением для меня было то, что рядом с нами был и Кирилл Карасаин. Вот кого я не ожидал увидеть, так это его. Но Кирилл вовремя сообразил, что на наших спинах он в рай не попадет. И потому своевременно ускорился и переложился в первый отрыв. По ходу восхождения вторая группа, где был и я, становилась все меньше и меньше. А за полтора километра до окончания подъема настал и мой черед сбавить темп и перейти на свой ход. Добравшись до вершины горы, получил следующую ситуацию. Впереди меня группа во главе с Дмитрием Мурашко. А позади меня группа во главе с Сергеем Мельниковым. Отрывы были такими, что впереди едущих добрать в одно лицо было уже нереально. А к тем, кто был у меня за спиной, опускаться не хотелось. И с этой секунды для меня началась разделка. Честно говоря, я сильно сомневался, что устаю против преследовавшей меня группы, но решил рискнуть, так как 25-30 секунд мне не хотелось отдавать без боя. На спуске хоть и удалось стабилизировать отрыв, но приходилось работать в районе 4-х ватт на килограмм. А вот когда началась равнина, то мой расчет был на то, что, во-первых, преследователи не смогут организовать слаженную работу, опасаясь второй горы. А во-вторых, мой аэроканьон даст мне преимущество перед теми, кто ехал на легких велосипедах, рассчитанных на восхождение в гору. Я также понимал, что как только начнется второе восхождение в гору, то ситуация поменяется и не в мою пользу. Поэтому старался честно отработать равнинный участок, оставляя не очень большой запас по силам перед предстоящей горой. И мой расклад сработал. На равнине мне удалось нарастить свое преимущество до 40 секунд. Что касается группы Дмитрия Мурашко, то как и следовало ожидать, они от меня уезжали, уезжали и уезжали. И это еще гора не началась, где шансов у меня не было никаких. В связи с этим задача для меня упростилась до одного противостояния. Противостояние с группой Сергея Мельникова. Хоть у меня и был гандикап в несколько десятков секунд, но так как гора длинная и крутая, то это ничего не гарантировало. И с первого же километра в гору я понял, что будет очень тяжело. Разрыв начал таять на глазах, и скорость какой-то происходила меня не радовала. Даже на фоне сильной усталости для меня не составило труда подсчитать, когда же произойдет мое обнуление. Но я на автомате продолжал упираться, хотя я видел тщетность моих усилий. Когда от моего некогда большого 40-секундного преимущества осталось всего 8 секунд, то даже начала появляться мысль, а может ну его, хватит. С отметки 8 секунд я решил, что попробую еще где-то изыскать скрытые резервы своего организма, и немного добавить по мощности. Так как если ничего не предпринять, то развязка очевидна для меня, и она со знаком минус. Переключаю тублер с отметки 280-290 ватт на цифры 300-310 ватт, и пытаюсь их удерживать. Посматриваю на экран справа и вижу, что это дало некий эффект. Разрыв прекратил сокращаться в стиле лавины. Но и все еще не ясно, чем это все закончится. Через какое-то время вижу, что соперник пытается одним руком переложиться ко мне, поднимая свои ватты на килограмм, каким-то заоблачным для меня в тот момент цифрам. Ничего не остается, как и мне добавить до 320-330 ватт, чтобы сдержать натиск. После вновь перехожу на режим 300-310 ватт. Разрыв колеблется в районе 10 секунд. Смотрю на экран монитора и жду не дождусь окончания дистанции. Но как это и бывает обычно, когда сил нет, то цифры предательски медленно бегут. Кажется, что прошла целая вечность, прежде чем пошел отсчет последних двух километров. И только за 1800 метров до финиша разрыв вновь стал расти в мою пользу. Пошло выполаживание и вновь вступила в силу лучшая аэродинамика моего каньона. Понимаю, что устоял. Финиширую в арке. На радостях и на фоне усталости забываю, что финиш в синие арке, а не в обычной. Вовремя спохватываюсь, так как вижу, что обратный отсчет километров еще не закончен. Последний километр идет под спуск. И отрыв у меня уже безопасный. Поэтому позволяю себе снизить мощность в район 275 ватт. Пересекаю синюю финишную черту, облегченно выдыхаю и бросаю крутить педали. Как же это здорово, когда все позади и можно уже не выжимать ваты. Наверное, ради этих нескольких секунд или минут это все и происходит. По итогу в сухом остатке имеют 302 ватта на час. Вторую неделю подряд выжимаю ваты, которые всего один раз выдавал в далеком 2018 году на шоссе. Тогда помню зарекался, что больше подобного повторять не буду. Настолько это было тяжело. А тут дважды, да еще с интервалом в неделю. О, как бывает. С более подробной информацией по заезду можно будет ознакомиться по ссылке на страу под этим видео. На этом у меня все. Всем удачи и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...